В городе Луксоре, наследники древнеегипетских фиф, завершается подготовка к церемонии открытия года китайской культуры в Египте. В шоу примут участие творческие коллективы двух стран, в том числе китайская труппа танцоров с ограниченными возможностями. Подробности у наших корреспондентов. В Луксорском храме последние приготовления. Уже в этот четверг святилище бога Амунара, построенное более трех тысяч лет назад, примет лидеров Китая и Египта. Здесь состоится аутентичное шоу двух народов, которое откроет год культурного сотрудничества между древними цивилизациями. Гвоздь программы – постановка тысячи рук бодхисатвы от глухонемых танцоров. Среди участников труппы только от Шаньцэнь был опыт выступления на египетской сцене. Я присоединилась к этой танцевальной группе в 2004 году, и мое первое выступление за границей было как раз в Египте. Мне было 15, и я представить не могла, что буду выступать здесь снова. Культурным обменом между Египтом и КНР, как и дипломатическим отношением, 60 лет. Танцы – их отражение. Чем больше взаимодействия, тем лучше взаимопонимание. Мы здесь как одна большая семья. Это наше второе совместное с китайскими артистами выступление. На этот раз мы куда лучше понимаем друг друга, а значит, и сотрудничаем эффективнее. В год культуры будет заложен надежный фундамент для дальнейшего сотрудничества между Китаем и Египтом. Ведь наши страны взяли курс на всеобъемлемующее партнерство, а значит, духовное сближение народов в приоритете. Возможно, это последняя зарубежная гастроли Чэньцэнь. Текучка артистов в их коллективе – дело обычное. По словам танцовщицы, от такой ротации дружба народов даже выиграет. Молодые исполнители привнесут в двусторонние связи новую энергию.